Глава семнадцатая. От мыса Горн до Амазонки. Я не помню, кто меня вытащил на палубу. Все мы словно ошалели от наслаждения. Все вдыхали полной грудью живительный воздух. «Ах, как хорош кислород!» — говорил Концель. «Как хорош! Пусть их честь изволит в волю дышать. Теперь его хватит на всех!» Что касается Неда Лэнда, то он ничего не говорил, но так широко открывал рот, что ему могла бы позавидовать любая акула. Скоро мы совершенно пришли в себя. Оглянувшись кругом, я увидал, что мы одни. Ни единой души из экипажа. Нет даже капитана Немо. Странные моряки-наутилусы, видимо, удовлетворялись тем воздухом, который циркулировал внутри судна. Я начал благодарить Неда и Концеля. «Вы сохранили мне жизнь», — сказал я. «Спасибо вам. Вы сами рисковали задохнуться, а мне отдали свой воздух». «Не стоит и говорить об этом. Ведь ваша жизнь нужнее, профессор», — ответил Нед. «Потому что она полезнее. Вы человек полезный, а мы...» «Нет, Нед, ваше полезнее. Вы человек добрый, честный, благородный». «Хорошо, хорошо, профессор», — отвечал смущенный канадец. «Хватит». «А ты очень страдал, Концель?» — спросил я. «Не очень, с позволения их чести. Конечно, я задыхался, но со временем я полагаю, к этому бы привык». «Друзья мои», — сказал я, — «теперь мы навсегда. Теперь мы никогда. Одним словом, я ваш должник». «Мой Аронакс?» — спросил Недленд. «Ну так я вами распоряжусь». «Как?» — спросил Концель. «А так, что утащу вас с этого проклятого наутилуса». «А куда мы идем?» — спросил Концель. «Мы направляемся к Солнцу, а здесь Солнце — это Север». «Это верно», — подтвердил Недленд. «Но вопрос в том, идем мы к Тихому океану или к Атлантическому, иначе говоря, к морям судоходным или безлюдным. На это ответить я не мог, опасаясь, что капитан Немо поведет нас к тому обширному океану, который омывают Азию и Америку. Он этим путем завершил бы свое кругосветное подводное путешествие и пришел бы обратно в те воды, где наутилус пользовался полной свободой. Если же мы направляемся к Тихому океану и окажемся вдали от обитаемой земли, что станет с проектами Недленда? В этом нам предстояло вскоре удостовериться. Наутилус шел быстро. Мы перешли Южный Полярный Круг, обогнули мыс Горн, и 31 марта в 7 часов вечера очутились против южной оконечности Америки. Все выстраданное к этому времени было забыто. Долгое пленение среди льдов изгладилось из нашей памяти, и мы стали думать о будущем. Капитан Немо не появлялся ни в гостиной, ни на палубе. Я следил за направлением наутилуса по отметкам на карте, которые делал помощник капитана. И в тот вечер, к великой моей радости, стало очевидным, что мы возвращаемся на север, по Атлантике. Я сообщил Неду и Канцелю о результате своих наблюдений. — Хорошая новость, — сказал канадец. — А куда идет наутилус? — Не знаю, Нед. Неужели капитан после Южного Полюса захочет попасть на Северный и вернется в Тихий океан через знаменитый северо-западный проход? — От него всего можно ждать, — сказал Канцель. — В таком случае мы ему не спутники, — заметил канадец. — Как бы то ни было, — продолжал Канцель, — капитан Немо молодец, и мы не пожалеем, что были с ним знакомы. — Особенно, когда с ним расстанемся, — добавил Недленд. На следующий день, 1 апреля, наутилус всплыл на поверхность. За несколько минут до полудня мы видели берег на западе. Это была огненная земля, открытая Магелланом и названная им так по обилию столбов дыма, которые поднимались из туземных хижин. Огненная земля — архипелаг, раскинувшийся лье на 30 в длину и на 80 в ширину между 53 градусом и 56 градусом южной широты и 67 градусом 50 минутами и 77 градусом 15 минутами западной долготы. Берег показался мне низменным, но вдали возвышались отвесные горы. Передо мной мелькнула даже гора Сармиента, высотой 2070 метров над уровнем моря. Имеющая вид пирамиды, эта гора состоит из сланца. Ее остроконечная вершина предвещает хорошую или плохую погоду, смотря по тому, задернута она облаками или видна ясно, как сообщил мне Нэтленд. «Отличный барометр, мой друг», — сказал я. «Да, барометр хоть куда, ни разу он меня не обманул, когда я ходил по изгибам Магелланова пролива». В это время вершина отчетливо выделялась на фоне неба. Это предвещало хорошую погоду. И предвещание сбылось. Наутилус, погрузившись под воду, приблизился к берегу, вдоль которого прошел несколько миль. Сквозь иллюминаторы я видел длинные лианы гигантских фукусов, водоросли с грушевидными пузырями, несколько видов которых были представлены в приполярных морях. Их гладкие клейкие стебли достигают 300 метров в длину. Они толще указательного пальца, очень прочные и служат нередко причальными канатами для судов. Водоросль, известная под названием вельпа, устилала дно своими листьями длиной футов 4. Тут гнездились и находили пищу мириады крестовидных моллюсков, морских раков и каракатец. Здесь же выдры и тюлени роскошно обедали, по английской моде заедая рыбу морскими овощами. По этим роскошным плодовитым глубинам Наутилус летел с предельной скоростью. К вечеру он подошел к Фольклендским островам, и на следующее утро я увидел горные вершины этих островов. Глубина моря была средняя, и я подумал не без основания, что два больших острова, окруженных множеством маленьких островков, должны были когда-то быть частью Магелланова материка. Фолькленды были, вероятно, открыты знаменитым Джоном Дэвисом, который их назвал Южными Дэвисовыми островами. Впоследствии Ричард Хоукинс переименовал их в острова Девы Марии. В начале XVIII века их стали звать мальвинами, французские рыбаки из Сен-Малоу. И, наконец, англичане, владеющие ими ныне, назвали их Фольклендскими островами. Мы здесь достали сетями прекрасные водоросли, в том числе замечательный фукус, ствол которого был облеплен ракушками превосходного вкуса. Дикие гуси и утки стаями прилетали на палубу и скоро перешли к нам в камбус. Из рыб меня особенно привлекли бычки 20 см длиной, усеянные беловатыми и желтоватыми пятнами. Любовался я и медузами. Иные из них напоминали полусферический, очень гладкий зонтик с темно-красными полосами и с 12 фестончиками по краям. Другие представляли собой опрокинутую корзиночку, из которой грациозно свешивались широкие листья и длинные красные веточки. Они плыли, загребая четырьмя листовидными губными щупальцами и распустив по течению множество длинных тонких щупальцев. Мне хотелось сохранить несколько видов этих нежных зоофитов, но они не что иное, как тень или нечто неосязаемое вне своей родной стихии. Когда последние высоты Фольклендских островов исчезли с горизонта, Наутилус погрузился на 25 метров и пошел вдоль американского берега. Капитан Немо все не показывался. До 3 апреля мы не отходили от берегов Патагонии, плывя то под водой, то на поверхности. Наутилус миновал широкий лиман, образуемый устьем Лаплаты, и находился 4 апреля на траверзе Уругвая. Он держал курс на север, следуя причудливым изгибам берегов Южной Америки. С того дня, когда мы оказались на борту Наутилуса, мы прошли 16 тысяч лье. К 11 часам утра мы перешли тропик Козерога у 37-го Меридиана, именовали мыс Фрио. К неудовольствию Недленда капитан Немо, видимо, не любил соседства этих заселенных берегов Бразилии и шел со скоростью, от которой кружилась голова. Самые быстрые рыбы и птицы не могли за нами угнаться, и все естественные богатства этой области Атлантики остались для нас тайной. Бег нашего корабля продолжался несколько суток, и 9 апреля вечером мы прибыли к самой восточной точке Южной Америки, мысу Кабу-Бранку. Но мы от него снова уклонились и нырнули глубже в подводную долину, образуемую на дне океана между Кабу-Бранку и горной цепью Сьерра-Леоне на африканском берегу. Эта долина раздваивается на широте Антильских островов и заканчивается к северу впадиной глубиной 9 тысяч метров. В этом месте геологический разрез океана до Малых Антильских островов представляет остроконечный утес высотой 6 километров, а на широте островов Зеленого мыса стену такой же высоты. Здесь, между этих скалистых границ, затонул целый континент Атлантида. На дне этой громадной морской долины живописно расположены ряды гор, украшающих подводную местность. Сведения эти я нашел в рукописных картах, имевшихся в библиотеке капитана Немо, составленных, вероятно, самим капитаном на основе его личных исследований. В продолжение двух дней мы шли в этих пустынных и глубоких водах. Наутилус мог подниматься по диагонали на любую высоту. Но 11 апреля он поднялся вдруг прямо вверх, и перед нами предстала огромная лагуна близ устья Амазонки, которая несет такое количество воды, что опресняет воду океана на расстоянии нескольких лье. Мы уже пересекли экватор. На западе осталась Гвиана, земля, принадлежащая Франции, где мы легко нашли бы убежище. Надул резкий ветер и сильная волна отбила бы от берега нашу легкую шлюпку. Нэт Лэнд это, конечно, понял, потому что не упоминал о побеге. Я со своей стороны не сделал и намека на его планы, опасаясь необдуманных действий. Я вознаградил себя за потерю времени занимательными научными исследованиями. 11 и 12 апреля Наутилус держался на поверхности и нам удалось наловить множество зоофитов, рыб и присмыкающихся. Из семейства шестилучевых кораллов актиний был замечательный вид фекталис протекста, который водится в этой части океана. Это цилиндрический стволик, исполосованный вертикальными линиями и спещренными красными пятнышками с прекрасной короной и щупальцем. Моллюсков новых я не встречал. Я уже описывал порфиры с правильными перекрещивающимися линиями, с рыжими крапинками, ярко выступающимися на телесном цвете кожи, птероцер, похожих на окаменелых скорпионов, аргонавтов и каракатец. Некоторые виды кальмаров, которых древние естествоиспытатели считали летучими рыбами и на которых обыкновенно ловится треска. Из местных рыб я отметил несколько видов. Из хрящевых вид миноги длиной дюймов 15, зеленоватой головой, фиолетовыми плавниками, серо-голубой спиной, бурым брюшком, испещренным серебряными точками и глазками, обведенными золотом. Их, вероятно, привело в море течение амазонки, так как эта рыба пресноводная. Бугорчатые скаты с острой мордой, длинный двулопастной хвост у них заканчивается зазубренным шипом. Маленькие акулы длиной 1 метр имели несколько рядов зубов, загибающихся внутрь. Красноватые треугольнички полметра длиной рыбы летучие мыши, жабры которых имеют мясистые лопасти, что придает им сходство с летучей мышью, но из-за рогового нароста, имеющегося у них около ноздрей, их прозвали морскими единорогами. Наконец, несколько видов баллистов или спиноргов с пестрыми золотистыми боками, усеянными мелкими точками. Этот перечень несколько сухой, но весьма точный. Я закончу описанием некоторых костистых рыб, встреченных здесь. Аптеронотусы с очень тупой и белоснежной головой, но совершенно черным телом и длинным мясистым хвостом в виде ремня. Сардинки длиной 30 см с ярким серебристым блеском. Большие скумбрии с анальными плавниками, негрорыбы, которых ловят при свете факелов длиной метра два с жирным белым плотным мясом. Жареное оно имеет вкус угря, а сушеное вкус копченой семги. Светло-красные губаны, покрытые чешуей, лишь у основания плавников. Хризоптеры золотисто-серебристые блистали переливами рубина и топаза. Золотохвостые морские караси, мясо которых чрезвычайно нежно, а фосфорисцирующий блеск выдает их присутствие в воде. Закончу список оранжевыми спарами с тонким языком, горбылями с золотистыми хвостами, рыбами-хирургами и четырехглазами суринамскими анаблепсами. Однако надо упомянуть еще об одной рыбе, о которой долго будет помнить канцель и не без причины. Сети принесли нам ската, очень плоского, который, если бы ему отрезать хвост, образовал бы совершенный диск. Весил он до 20 килограмм. Снизу он был белый, сверху красноватый, с большими круглыми пятнами темно-синего цвета, обведенными черным. Кожа у него была очень гладкая, плавник двулопасной. Распростертая на палубе, рыба билась, пыталась перевернуться, судорожно подскакивала и металась так неистово, что еще прыжок, и она бы свалилась в воду. При виде этого канцель, не желавший лишиться добытой им рыбы, кинулся на нее и, прежде чем я успел удержать его, схватил ее двумя руками. Но в это же мгновение он был отброшен в сторону. Ноги его мелькнули в воздухе, и он жалобно закричал, «Профессор, помогите!» В первый раз он назвал меня не в третьем лице. Мы слэдом подняли его и стали растирать. Едва канцель немного пришел в себя, тотчас же принялся за классификацию. Класс хрящевых, отряд хрящеперых с неподвижными жабрами, семейство скатов, род скат электрический. «Да, друг мой, это верно, ты обязан таким ударом электрическому скату». «Я же и отомщу ему», отвечал канцель. «Чем?» «Съем». Он это исполнил в тот же день, но только из мести, потому что мясо этого ската было очень жестким. Бедный канцель пострадал от самого опасного электрического ската кумана. Это необыкновенное животное поражает рыбу на расстоянии нескольких метров, так велика сила его электрического разряда. На другой день, 12 апреля, наутилус подошел к голландской гвиане, к устью реки Морони. Здесь мы увидели несколько семей морских млекопитающихся ламантинов из отряда сирен, кротких и беззащитных животных длиной 5-6 метров и весом до 600 килограмм каждая. Я сказал Неду Ленду и канцелью, что предусмотрительная природа наделила этих млекопитающих важной ролью. Они, как и тюлени, едят морскую траву, скопление которой заносят устья тропических рек. И знаете, добавил я, что стало в результате того, что люди почти истребили эту полезную породу животных. Водные растения гниют и заражают воздух, а отравленный воздух заразил желтой лихорадкой эту удивительную страну. Ядовитая гниющая растительность накопилась в этих водоемах, и лихорадка гуляет теперь на значительном расстоянии от залива Лаплата до Флоридского пролива. И если верить Туссенелю, бич этот нечто в сравнении с бедствием, ожидающим наших потомков, когда в морях истребят китов и тюленей. Тогда переполненные осьминогами, медузами, кальмарами моря превратятся в огромные очаги инфекции, так как воды их лишатся тех гигантских желудков, которых Бог определил на то, чтобы бороздить морскую поверхность. Однако, несмотря на эту теорию, экипаж Наутилуса поймал шесть ламантинов. Необходимо было запастись свежим мясом, которое, кстати, гораздо вкуснее, чем говядина и телятина. Охота не представляла никакого интереса. Животные давали убивать себя, нисколько не защищаясь. В тот же день запасы Наутилуса увеличились необыкновенным уловом рыбы. Эти воды изобилуют всякой живностью. В сети попалось несколько рыб прилипал. Голова у них заканчивалась овальной пластинкой с мясистыми краями. Плоский диск их тела состоит из поперечных подвижных хрящевых пластинок, которые рыба может сдвигать, образуя между ними пустое пространство, что позволяет ей присоединяться к предметам как присоска. Рыба прилипала, которую я видел в Средиземном море, принадлежит к этому же роду, но здешняя, костистая, свойственная только этим водам. Наши матросы, поймав их, сразу опускали в баки с водой. После лова Наутилус подошел к берегу. Здесь на поверхности вод спали несколько морских черепах. Поймать их было бы трудно, потому что они просыпаются от малейшего шороха, а твердый панцирь спасает их даже от гарпуна. Но рыба прилипала, произвела эту операцию с необыкновенной точностью и меткостью. Эта рыба живой крючок, который осчастливил бы и обогатил любого рыбака. Матросы привязали к хвостам рыб колечки с веревками и бросили их в море. Они тотчас впились в черепах так крепко, что скорее пришлось бы их разорвать, чем отцепить от жертвы. Затем рыб притянули к Наутилусу, а вместе с ними и черепах, которым они присосались. Таким образом поймали и несколько кокуан шириной 1 метр и весом 200 килограмм. Панцирь этих морских черепах состоит из больших, тонких, до прозрачности темных роговых пластинок, испещренных белыми и желтыми пятнами и имеет большую ценность. Они, кроме того, очень вкусны, так же, как и обычные черепахи. Этой ловлей закончилось наше плавание в окрестностях Амазонки и с наступлением ночи Наутилус снова вышел в открытый океан.